Привет из Таиланда! Я приехала в Хуахин. Его называют тайской ривьерой, жемчужиной Таиланда и королевским курортом. В этом видео я расскажу почему, а также отвечу на популярные вопросы к моему прошлому ролику о Хуахине. Я здесь уже во второй раз и постараюсь разбить самые популярные мифы об этом курорте. Хуахин – это тайский курорт на берегу Сиамского залива. Он находится примерно в двух с половиной часах езды от аэропорта Бангкока. Я приехала в Хуахин уже во второй раз, а ведь раньше даже не слышала о его существовании. Вот почему его называют жемчужиной Таиланда. Этот курорт тайцы долгое время берегли для себя. Тем более, что сюда любит приезжать на отдых сам король. Но в последние годы Хуахин решили активно развивать и привлекать сюда туристов. Это заметно. Я не была здесь всего полгода, а уже вижу очередные изменения. Почему я называю Хуахин тайской ривьерой? На самом деле этот термин придумала не я, а правительство Таиланда. Так они назвали программу развития Хуахина. Она включает строительство скоростной железной дороги, международного аэропорта, высококлассного жилья и других объектов. Вот, например, новое здание вокзала. Летом 2023-го его еще не было. Популярные курорты Таиланда, Пхукет и Паттайя скоро, наверное, лопнут от числа туристов, а в Хуахине по-прежнему нет толп людей. Если это такой хороший курорт, где же тогда все туристы? Ответить на этот вопрос очень просто. Все дело в том, что сюда, как правило, не продаются пакетные туры. Они иногда бывают, но, как правило, их очень сложно найти. Меня часто спрашивают, как же тогда попасть в Фуахин? Все очень просто. Купите билеты в Бангкок и обратно. Кстати, билеты в Таиланд лучше всегда покупать туда и обратно, потому что на границе иногда спрашивают обратные билеты. Самостоятельно оформите страховку. Это тоже очень просто. Делается онлайн. Я оставлю вам ссылочку на сервис, которым пользуюсь сама. Страховка никогда не помешает. Это все-таки Азия, особенно если вы едете с детьми. Для собственной безопасности ее лучше иметь, хотя на границе ее, как правило, не проверяют. Следующий шаг – найти жилье. В Хуахине с этим полный порядок. Тут очень много вариантов, отличные отели, есть шикарные жилые комплексы. В описании под видео я тоже оставлю вам на все ссылочки, там, где я бронировала жилье, также ссылочку, где можно купить туры без перелета. В общем, тоже все очень-очень легко сделать. Кстати, на моем канале есть три обзора отелей в Хуахине. Все они мне очень понравились. Можете посмотреть, вдруг вам тоже захочется в какой-то из них. Ну и следующий пункт – это как добраться из Бангкока в Хуахин. Тут тоже все очень просто. Вы можете заранее заказать трансфер. Вас встретят в аэропорту и отвезут в пункт назначения. Это займет у вас примерно 2-2,5 часа. Ну а можно задержаться на пару дней в Бангкоке, как это сделала я. Посмотреть столицу Таиланда, пошопиться, погулять. Я думаю, вам понравится и такой вариант. В этом, кстати, большой плюс отсутствия пакетных туров. Вы можете настроить свое путешествие так, как вам захочется – провести несколько дней в Бангкоке, проехать в Хуахин, потом, может быть, опять в Бангкок или еще куда-то. Это очень удобно. Так что, если вы всегда путешествовали именно пакетными турами, не бойтесь попробовать что-то новое. Я уверена, что вам это понравится. В прошлом видео я делала обзор доступного жилого комплекса на второй береговой линии, а в этот раз я решила остановиться в элитном жилом комплексе прямо на берегу моря. Он называется Intercontinental Residence. Жилой комплекс Intercontinental Residence из Хуахин напоминает красивый пятизвездочный отель. Тут есть ресепшн, круглосуточная охрана и большой штат сотрудников, а также комнаты отдыха, которые обставлены с большим вниманием к деталям. Это уникальное место. Intercontinental Residence – это первый жилой комплекс известной отельной сети Intercontinental в Таиланде. Территория кондоминиума просторная и зеленая. Инфраструктура тут тоже, как в пятизвездочном отеле. Семь бассейнов, лежаки, зонтики, оборудованные зоной отдыха, пляжные полотенца. Для жильцов комплекса все бесплатно. Фишка Intercontinental – панорамный бассейн с видом на море, а также зона отдыха рядом с ним и собственный участок на берегу песчаного пляжа. В комплексе есть современный тренажерный зал и сауна, а для детей небольшой скалодром. У меня апартаменты с двумя спальнями. Я их бронировала через компанию MM Group. Это компания, которую основала русская семья Сергей и Анастасия. Они живут в Хуахине уже очень много лет, и мне кажется, что их тут знают, наверное, вообще все. Если вы собираетесь в Хуахин, то, скорее всего, так или иначе попадете на их соцсети либо на сайт их агентства недвижимости MM Group, либо к ним в Instagram. Кстати, оставлю для вас их Instagram, потому что я почерпнула там очень много полезного. Это не реклама, личные рекомендации. Мне действительно понравился их блог. Там они показывают, как они живут в Хуахине, показывают свою семью, детей. В общем, все, что здесь происходит, и делятся очень полезные информации. Я думаю, вам пригодится, если вы сюда собираетесь. Ну а теперь давайте я покажу вам квартиру. И начну с того, что меня заселял менеджер компании MM Group, и он мне тут все рассказал подробненько, что есть рядом с комплексом, что есть в квартире, что есть в комплексе, чем можно пользоваться. И очень было приятно, что при заселении были такие полезные мелочи. Две бутылочки воды, на первое время там растительное масло, соль, бумажные полотенца. Вот все, что не хочется, зачем бежать в первый день, все тут уже было. Еще была тарелочка фруктов. Я хотела ее для вас снять, но почему-то очень проголодалась и съела их сразу, не сняла. А еще тут была вот такая коробочка с эмблемой этой компании MM Group. И внутри такие приятные разные мелочи. Тут какая-то косметика, мармеладки, то, что понравится детям. Эту коробочку я не использовала, но она мне очень понравилась. А еще тут была карта Хоахина с полезными всякими объектами. Они здесь все отмечены, куда можно сходить, что где находится. И вот такая скидочная карта. Эта карта дает очень много скидок в разных заведениях. Очень полезная. MM Group дарит ее всем своим клиентам. У меня апартаменты с двумя спальнями, и они выглядят как отельный номер сети Intercontinental, только с большими важными отличиями. Например, здесь есть хорошо оборудованная кухня. Тут есть плита, холодильник, микроволновка, тостер, чайник, разные кастрюли, сковородки. Все, что нужно, чтобы готовить самим. Если вы любите питаться дома или, например, отдыхаете с детьми, для вас это будет большое преимущество. Еще тут есть стиральная машинка. В Таиланде иметь свою машинку – это всегда огромный плюс. Тут же находится вход в первую спальню. Кстати, в этой зоне есть кондиционер. В квартире всего четыре кондиционера. Вот здесь находится второй кондиционер. В спальне телевизор, две кровати, шкаф. Там есть гладильная доска, утюг, все необходимое. И вот здесь находится вход в первую ванную комнату. Она очень просторная, с душевой кабиной. Зона кухни совмещена с гостиной. Она просто огромная! Посмотрите, сколько тут пространства! Здесь стоит большой обеденный стол, просторный диван, перед ним журнальный столик и просто огромнейший телевизор. Из этой комнаты есть выход на балкон. А теперь давайте посмотрим еще одну спальню. В гостиной находится третий кондиционер, а здесь уже четвертый. В спальне тоже есть телевизор. Огромная двуспальная кровать. Кстати, постельное белье, полотенце. Тут все это есть, сменные комплекты. Но также можно заказать просто услуги прачечной. Также здесь можно заказывать уборку, доставку еды и так далее. В общем, сервис как в отеле. Здесь находится выход в еще одну ванную комнату, во вторую. И здесь есть настоящая ванна, что для Таиланда большая редкость. Ванная комната просто огромная. Здесь зона туалета, здесь ванная. Я живу на первом этаже, и главная фишка таких апартаментов – это прямой выход в бассейн. На террасе есть сушилка для белья, зона отдыха и живая изгородь для приватности. Вам наверняка интересно, сколько стоит жить в Интерконтинентале, да и вообще какие цены на аренду в Хуахине. На самом деле это зависит от множества факторов, от того, какой сейчас сезон, есть ли наплыв туристов в Таиланде, какая загруженность комплекса, есть ли свободные квартиры, какой у вас срок аренды и так далее. Так что я просто оставлю вам ссылочку на сайт компании Mem Group, через которую я сама бронировала квартиру, и там вы все можете посмотреть. Там огромный просто каталог жилья, в том числе есть и Интерконтиненталь, и вообще жилье там от бюджетного до элитного. Все менеджеры говорят на русском языке. В общем, там очень легко разберетесь со всеми сами. Читая комментарии к моему прошлому ролику о Хуахине, я увидела такое мнение, что на этом курорте отсутствует детская инфраструктура. Я с этим не согласна. Недаром Хуахин называют семейным курортом. На мой взгляд, здесь отличные развлечения для детей. Если вы едете на отдых с детьми, то нужно просто немножечко подготовиться к путешествию. Например, в Хуахине есть отличные семейные отели для отдыха с детьми. Здесь замечательные детские клубы. Например, я была в отеле Holiday Inn в Ананаве, и мне кажется, там один из лучших детских клубов, которые я вообще когда-нибудь видела. Детям там действительно очень весело, причем детям любых возрастов. Также при этом отеле работает один из лучших в Таиланде аквапарков. Там весело и взрослым, и детям. Есть еще отель, например, Amari. Там замечательная детская анимация, с детьми тоже занимаются, играют. Всем там тоже очень весело. Просто внимательно выбирайте отель, почитайте заранее отзывы, посмотрите, что они предлагают, для детей. И тогда вашему ребенку точно не будет скучно. Когда вы определились с местом, посмотрите, что есть рядом с вами. Просто зайдите на Google Map, немножко погуляйте по карте и посмотрите. Я уверена, что вы найдете что-то подходящее. Например, недавно я была в местечко, которое называется Эврика. Там есть оборудованные детские комнаты. С детьми занимаются, играют, для них проводят какие-то мастер-классы, есть курсы. Я там немножечко походила, позаглядывала в комнаты и поняла, что детям там очень-очень весело. Все чем-то заняты, все играют, рисуют. В общем, очень классно проводят время со своими сверстниками. Там вы можете оставить детей на целый день или пока посидеть в кафешке. Там, кстати, очень классное меню. Можно просто посидеть, отдохнуть, встретиться с друзьями или поработать. В общем, можете взять себе на заметку вот такое место. Еще в Хоахине можно съездить на сафари, отдохнуть в аквапарке. В общем, я думаю, что если немножечко приложить усилия и почитать, куда пойти с детьми, то вы, конечно же, найдете занятия для своих детей. Сейчас вы можете мне возразить, Саша, у тебя нет детей, ты ничего не понимаешь. Тогда я посоветую вам заглянуть на страничку семьи, которой живет здесь уже около 10 лет. О них я говорила вам в начале видео. Это Сергей и Анастасия. У них трое детей. Вот просто зайдите к ним в аккаунт. Оставлю вам ссылочку в описании под видео. И посмотрите, что здесь делают их дети. Они прям показывают свою жизнь. Их дети ходят в школу, у них там кружки, секции. Во дворе у их комплекса целая такая детская компания. В общем, им здесь действительно очень весело. Так что, если вы не верите мне на словах, просто посмотрите, как живет семья с тремя детьми. Поговорим про море, потому что это очень важный момент. Я сейчас нахожусь на основном пляже Хуахина. Он раскинулся от горы Обезьян до отеля Хилтон. Здесь очень длинная береговая полоса. Мне этот пляж нравится. Какой негатив вы можете встретить в интернете, в том числе и под моим прошлым видео, об этом пляже. Во-первых, люди пишут, что море здесь мелкое и часто бывают приливы и отливы. Это правда. Приливы и отливы здесь каждый день. Сейчас вы можете видеть прилив. Это утро. Вечером здесь будет отлив, и берег станет в два, может быть, даже в три раза шире. Море достаточно мелкое, но вам не нужно идти полкилометра, чтобы искупаться. Все равно сделать это можно. Зимой в Хуахине бывают волны, поэтому это место любят кайтсерферы. Но волны тут не опасные, не трехметровые, так что на этот счет особо не переживайте. Встречаются комментарии, что в Хуахине грязное море и что из воды выносит какой-то ужасный мусор, прямо горы мусора. Я не знаю, где купались эти люди, но я была здесь летом, и сейчас вот зимой я тоже здесь, и я не вижу вообще никакого мусора, даже когда на море какой-то шторм, то есть из него вообще ничего не выносит. Но когда я захожу в воду, я вижу, что она немножечко мутная. Это все потому, что в Хуахине очень мелкий песок, он как мука, поэтому его очень легко поднимают в воду, и поэтому кажется, что она мутная, но на самом деле она чистая. Возможно, где-то в порту там будет грязно, но вы туда не ходите, купайтесь на основном пляже Хуахина, и тогда у вас не будет проблем. Читала, что в Хуахине еще есть сезон, когда из моря выносят водоросли, но сама я на него пока не попадала. Еще часто читаю в комментариях про медуз. Вот это правда. Летом я видела на берегу уже мертвых медуз. Их где-то убивает там в море и потом выносит. Почему это происходит? Потому что здесь очень пологий берег, и медуза, когда погибает где-то в море, она не может сопротивляться течению этой воды, и ее очень легко выносит сюда. На других курортах вы можете это не увидеть, если там, например, резкий вход. Она просто будет болтаться в воде рядом с берегом. Тоже не самое приятное явление. Вообще, в Таиланде медузы есть абсолютно на каждом курорте. Зато есть сезоны, когда не бывает медуз. Например, в Хуахине летом медузы есть, а вот сейчас я отдыхаю зимой, и здесь медуз нет. Зато в это же время на Пукете нашествие медуз, как мне писали в комментариях мои подписчики. Так что, видите, везде все по-разному. Еще один момент лошади на пляже. В комментариях пишут, что не очень приятно купаться, если лошадь будет гадить в море. На самом деле, лошади тут, конечно, есть, но гадят они, извините, на песочек, а потом погонщик за ними все убирает. Если вы видите, что у них под хвостом ничего не привязано, это просто очень внимательные погонщики. Они останавливаются, тут же убирают все в пакетик, и поехали дальше. Так что, насчет лошадей не переживайте. Ну и важный момент, хорошо ли оборудованы пляжи Хуахина, потому что иногда встречаются комментарии, что здесь нет пляжных клубов. Это тоже неправда, потому что здесь их действительно очень много. Стоит пройтись по пляжу в разгар дня, и вы увидите, как тут много лежаков, зонтиков. Стоят палатки, продают фрукты, есть даже массаж на пляже. В общем, мне кажется, что этот пляж очень хорошо оборудован. Свои оборудованные пляжи есть у каждого отеля, у некоторых жилых комплексов. Тут еще полно пляжных клубов, так что просто пройдитесь по берегу, и вы обязательно найдете место, где вам можно будет отдохнуть. В том числе есть недорогие места. Например, рядом со мной есть пляжный клуб, где целый день стоит всего лишь 300 бат. Еще в эту сумму входят два напитка. Я не назову пляж Хуахина идеальным. Это не такой пляж, когда вы вбиваете в гугли пляжи Таиланда и видите такие роскошные картинки с лазурной водичкой. Нет, вода здесь совершенно обычная, но все же это комфортный пляж для отдыха с детьми, для того, чтобы искупаться, просто провести хорошо время на пляже. Мне такой пляж подходит. Еще популярно мнение, что Хуахин – это курорт для пенсионеров. На самом деле, с этим не буду сильно спорить, потому что европейских пенсионеров здесь действительно много, но мне кажется, что это вовсе неплохо. Там, где селятся европейские пенсионеры, всегда есть хорошая инфраструктура. Они плохого не выбирают. Значит, в Хуахине есть нормальные рестораны, нормальные кафешки, где можно просто хорошо проводить время. Кстати, Хуахин – очень чистый курорт, если сравнивать с другими курортами Таиланда, то, на мой взгляд, здесь чище всего. Так что я бы не стала осуждать европейских пенсионеров за то, что они выбирают Хуахин. Но это не значит, что в Хуахине скучно. Здесь всегда можно найти что-то интересное. Конечно, если вас интересует исключительно ночная жизнь, то вам лучше поехать в Паттайю. Там самые лучшие вечеринки, бары и так далее. Ну, кстати, в Хуахине это тоже при желании можно найти. Просто зайдите на гугл-карты, и вы увидите, что рядом с отелем Хилтон есть такие местечки. Это не особо афишируется, потому что Хуахин – это все-таки приличный, спокойный семейный курорт. Но если кому-то очень-очень надо, то он это тоже найдет. Вообще, в Хуахине постоянно происходит что-то интересное. Пока я тут живу, тут прошло уже несколько фестивалей. Сначала отгуляли китайский Новый год, потом начался какой-то пивной фестиваль. Тут вообще постоянно какая-то движуха. Просто нужно следить за Хуахиновскими чатиками в Телеграме, и тогда вы будете в курсе всего. Например, недавно сюда приезжал Бутман, собралось на него очень много человек. Иногда просто русские компании встречаются, общаются, устраивают какие-то совместные мероприятия. Так что, если вам хочется развлекаться, просто найдите место, где можно узнавать о каких-то событиях. Например, те же чаты в Телеграме. Тогда вы будете в курсе всего. Здесь вообще никогда не бывает скучно. Также здесь можно ездить на экскурсии, можно поехать на острова, можно арендовать яхту и поехать своей компанией в открытое море. Там хорошо отдохнуть, посмотреть, какие здесь прекрасные места. Тут даже можно встретить дельфинов в открытом море. А вообще, острова здесь напоминают такие пейзажи, как, знаете, в Краве, вот этот райский Таиланд. Такая красота. Просто нужно немножечко отплыть от Хуахина и посмотреть, что есть вокруг. В общем, каждый найдет здесь занятие по душе. Любите спокойный, красивый отдых? Берите яхту, любите какие-то движухи, веселье? Присоединяйтесь к этим праздникам и фестивалям. Также тут есть торговые центры, хорошие магазины. Я думаю, что Хуахин – это очень развитый курорт. Тем более, у него есть очень большой потенциал. Постоянно развивается здесь все новое, новое, новое появляется. Так что, когда вы сюда соберетесь, я уверена, что откроется что-то еще. Думаю, что скучать вы здесь не будете. Хуахин – удивительный курорт. Здесь я нашла идеальную гармонию природной и городской среды. Тут есть отличные отели, развлечения для всей семьи и красивые места. Приятный бонус – относительно небольшое число туристов и неярко выраженный сезон дождей. Здесь будет комфортно тем, кто выбирает романтический или семейный отдых в Таиланде. Я точно знаю, что еще не раз сюда вернусь. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных выпусков.